Добро пожаловать всем обратно в зал, сюда. Во время обеденного перерыва вы можете увидеть и взять вот такие визитки, где есть ссылка на разные информационные каналы, на YouTube. Вы можете узнать информацию о нас, также включая здесь, в России. Люди также любят брать такие штучки на память нашей встречи. Если вы захотите взять, они будут лежать здесь, на столике. Пожалуйста. И в течение ближайших последующих двух недель у нас появится книга. А, на Фейсбуке. А, страничка на Фейсбуке. Многим нравится Фейсбук, не так ли? Это здорово, что мы можем размещать разного рода материалы на Фейсбуке. Это вдохновляет, дает нам стимул. Потому что у многих людей есть разные опыты, и очень хорошо поделиться, иметь такую возможность. Например, музыка, которую мы играли, нравится ли она вам? И эту женщину зовут Ашана. Она создает прекрасную музыку, красивую, которая питает наши сердца. Вам знакома музыка Дива Промаун здесь? Да, да. И музыка, которую создает Ашана, она похожа, но она такая чистая, чистая энергия. Я знаю, что многие из вас также знакомы с работой доктора Бруса Липтона. Вы знакомы здесь? Знакомы ли вам работы доктора Бруса Липтона? Да. Если вы не читали его книги, я уверен, что они в России. Они очень прекрасны, понимая, как мы меняем нашу ДНК, как мы можем просто менять нашу структуру в хорошем и четвертом думании. Очень интересная вещь он пишет в своих книгах о том, как мы можем реструктуровать свои ДНК и насколько это может повлиять на наше мышление. Очень интересная информация о том, что большая часть нашего тела — это вода. Кто знаком с работами Масуро-Имото? Да, да. Его работа тоже путешествовала. И, как вы знаете, он говорит о влиянии на тело, на флюиде тела, просто через паттеры, через позитивное мнение. И он также говорит, что мы можем воздействовать на ту воду, которая в нашем организме, просто изменяя мышление. Доктор Джо Диспенза — еще один автор работы, которого я очень люблю. Он делает первооткрывательскую работу в нейронауке. Я не знаю, как вы, но я просто впечатлена тем, как наше тело работает. И насколько мы можем перепрограммировать наш мозг, настраивая его нужным образом. У нас есть очень много опытов и знаний метафизики, но это здорово, когда наука может подтверждать эти духовные метафизические опыты. Несим Харамин, насколько вам, кому известна работа этого ученого? Я люблю его работа. Он медитатер, он метафизик, и его научные папиры наконец-то будут принимать основные научные метафизические опыты. Он метафизик, он также медитирующий человек, но его научные работы сейчас начинают признаваться во всем мире. Например, сейчас он научно доказал, что каждый атом в нашем теле — это черная дыра. Математика доказывает это. Для меня привычнее рассматривать, что каждый атом имеет белую дырку. И это зависит всего лишь от того, входит энергия или выходит. Поэтому та дыхательная техника, которую мы сегодня с вами делали утром, она математически обоснована. Мы можем проводить энергию через наши атомы нашего тела с помощью нашего намерения все время. Все зависит от того, какими энергиями мы хотим питать свое тело. Мы знаем, что сейчас наступило время, когда духовная сущность должна прийти более в твердой материи и существовать уже в них. Вы знаете, что когда тонкие энергии духовные опустятся на этот низкий план, на наш земной план, то мы начнем себя чувствовать здесь, на земле, как в раю. И это будет очень вдохновляющим и питающим, обучающим моментом для тех людей, которые рядом с нами. Очень интересно посмотреть, как святые существа, существа света, работают с нами. И, как вы знаете, наш мир сейчас, и за долгое время, был под космическим светом. Это очень интересно, насколько Земля и мы с вами находимся в центре внимания космических существ. Потому что большинство людей на Земле все-таки решают и выбирают то, что они хотели бы жить в большей гармонии, в большем мире. И наше намерение привнесло большое внимание, привлекло большое внимание других существ, других измерений. Когда святые существа смотрят на нашу планету, это вот они смотрят. А то, что они видят, это тот потенциал, который мы реализуем. Они видят рай на Земле. И это то, что они поддерживают. Потому что это самый большой высший уровень, который мы можем достичь, будучи теми существами, какими мы есть. И вся их энергия сфокусирована именно на этой нашей возможности создавать рай на Земле. Но если заглянуть вглубь, то вы увидите другой уровень, другой слой. Вот этот внешний уровень, это как Шамбала, как райские сады. Он тоже присутствует, он есть. Это то, что привлекает внимание существа. Это то же самое, что посмотреть. Посмотри, частоты меняются уже там, все у них уже есть. Прямо сейчас, прямо здесь. Просто настрой себя немножко. И если заглянуть глубже, то есть еще один слой. И другой. До тех пор, пока мы не видим мир дуальности. И вот в этом центральном мире И все аспекты дуальности, двойственности, они здесь присутствуют. Белое и черное, хорошее и плохое. И святые существа говорят мне, что полмиллиарда человек живет там. Полмиллиарда человек живет в состоянии дуальности. И это по-прежнему их путь, это их уроки, которые они проходят. Но 6,5 миллиардов людей Но остальные, они нашли выходы из этой дуальности, они их находят. И многие, многие люди живут вот как раз в этом другом уровне, вне дуальности. И этот уровень дуальности, ну не дуальности, этот уровень соответствует альфа-волнам нашего мозга. Вы знаете, когда вы медитируете, рисунок ваших мозговых волн меняется. И когда мы медитируем, вам очень легко представить этот альфа-уровень мозговых волн, потому что это уровень расслабленности, ощущений глубокого дыхания. Это вот как раз альфа-ритмы мозга. И большая часть людей выбрала жить вот в этих альфа-ритмах, которые позволяют достигать единого сознания и жить в гармонии и в любви. И у большинства людей на нашей планете добрые сердца. И хорошо, что это так. И многие люди вышли не только за пределы следующего уровня, но и дальше. Они смогли расширить свое сознание настолько, что вот посмотрите, как это выглядит. Вот мы здесь находимся в медитации. Мы расширяем осознанность. Мы начинаем ощущать и чувствовать другую реальность. Мы снова расширяем сознание. Мы снова ощущаем другую реальность. Мы снова расширяем сознание. И мы переживаем другую реальность. И постепенно расширяя сознание, мы можем найти себя в совершенно других измерениях, даже уже находящихся вне плана земного. И святые священные существа, они посылают энергию во внешние слои, и зная, что это знание, их энергия, она пройдет сквозь все другие слои, проникнет сквозь них, и все люди смогут получить их знание, энергию. И столько большой поддержки наша Земля получает прямо сейчас. Со всех разных уровней. Потому что мы об этом просили сами. Давайте взглянем на это немножко по-другому. Я люблю посмотреть на это немножко с другой стороны. Мне нравится смотреть на это и видеть это как спираль. Вот здесь вы видите глубинную нашу духовную чистую сущность. Мы можем жить, находясь далеко от нашей истинной сущности, живя умом. Или близко. Мы можем быть вот там, далеко, на верхнем уровне. Мы можем быть вот такими. Несчастными, страдающими. Мы можем ничего не чувствовать. Можем улыбаться. Можем улыбаться. И наши мозговые волны находятся в бета-ритмах. Люди, которые живут на этом уровне, они думают умом, эмоциями, телом. И на этом уровне им необходимо питать свое тело физической едой. Необходимо получать пищу извне. Когда они выходят из дверей этого уровня, когда они выходят в мир, конечно, они встречаются с большим количеством дуальности. Они видят и хорошее в мире, но и плохое тоже. Потому что это тот уровень, то измерение, в котором они живут. И как раз те половины миллиарда людей, которые живут в дуальности, они как раз и живут в этих бета-ритмах. И это как раз тот уровень, который им нужен пройти, чтобы научиться чему-то. Но когда эти люди приходят к моменту, когда они говорят, все-таки что-то должно быть еще в этом мире. И, конечно же, должен быть мир и гармония в этом мире. И, конечно, мы можем относиться друг к другу с уважением, несмотря на то, что мы все разные. Вы знаете, это как раз те вопросы, которые вы себе задаете в жизни. И ваша внутренняя божественная сущность, она откликнулась на эти вопросы. Может быть, кто-то вам дал книгу по йоге или медитации, и с этого начался ваш путь. Может быть, кто-то вам сказал, попробуй вот эту диету, это питание, потому что твое тело будет легче, ему будет легче жить. Вы попробовали йогу-медитации, и у вас стали происходить какие-то энергетические перемены. Вы стали немножко другой версией вас самих, немножко с другой частотой. Какая-то часть вас стала сильнее. С использованием медитации, с изменением питания, возможно, стали происходить такие мозги, что ваш мозг стал немножко менять частоту своих волн и ближе стал к альфа, к ритмам. И вдруг вы обнаружили, что вы живете в другом энергетическом ритме. И когда вы выходите наружу, в мир, во внешний мир, вы начинаете видеть в этом мире милость, блаженство. Не так много двуйственности встречается вам на пути. Такое ощущение, что люди в комнате стали чуть-чуть лучше. Когда частота ваших мозговых волн начинает меняться, повышаться, тогда и люди, которых вы привлекаете в свою жизнь, они становятся такими же, вы привлекаете людей на той же волне. Возможно, вы стали больше прислушиваться к своему внутреннему наставнику. Может быть, вы стали осознаннее относиться к тому, как вы проводите свое время. Может быть, вы стали чуть больше времени уделять медитации, чтобы осознавать ту власть мыслей, которую они имеют. Может быть, вы стали большую часть времени проживать свою жизнь следуя универсальным законам. И ваша частота ваших мозговых волн немножко поменялась. И вдруг вы обнаружили, что вас притянуло на более глубокие уровни вашего яма. И ритмы вашего мозга стали больше приближаться к тета-ритму. И на этом уровне вы обнаруживаете, что я, в общем-то, и не голоден больше. У вас меньше ментального голода, эмоционального голода, и, возможно, меньше физического голода. И каждый раз это новый оборот более глубоким уровнем самого себя. И вот на этой частоте, когда вы выходите в этот внешний мир, любые, кто встречается вам в вашей жизни, удивительное создание. Они добры. Они сострадательны. Они уважают других людей. И вы можете обмениваться с ними опытами на очень глубоком уровне. И вы ощущаете присутствие милости в больших количествах. Вы испытываете синхроничность. Вы не чувствуете себя одиноким, находящимся одним в этом мире. Вы чувствуете, насколько вы соединены в мире со всеми и каждым. И чем больше вы начинаете опускаться по спирали к этому более глубинному, сущностному, божественному уровню себя, когда вы выходите во внешний мир на этом уровне, вы выходите во внешний мир и понимаете, боже мой, я живу в раю. Этот мир невероятный. Здесь так много любви. Здесь столько много хорошего. Здесь столько всего, за что можно быть благодарным. Но что самое интересное, что все это происходит на нашей же планете Земля. Мы еще никуда с вами отсюда не ушли. То же самое место, та же самая планета. Просто другое измерение на уровне той же самой планеты. А для скольких из вас, когда вы выходите в эту открытую дверь во внешнюю реальность, сколько из вас испытывали, когда вы встречаете какого-то человека, что это тот человек, с которым вы можете поддержать взаимовыгодную связь, что у вас есть очень много общего. Кто испытывает это сейчас в своей жизни? Да. Потому что это признак того, как тот стиль жизни, которым вы живете, как он работает в вашей жизни. Последние годы, когда я общаюсь с той общиной, в которой я живу в Австралии, с теми людьми, мне окружающими, никто меня там не знает. Все, что они видят, это женщина с детьми, внуками. И никто не знает, кто я такая, что я делаю. Это замечательное ощущение. Я живу очень анонимно в своей стране. Но также в последние годы я заметила, когда я иду в свой местный магазин, я начинаю замечать, что когда я вхожу в магазин, то божественная суть людей, которые там находятся, она вдруг начинает расцветать, выходить, и на этом уровне я общаюсь с людьми. И может быть, когда я покидаю магазин, вот эта вот часть, которая духовно из них выскакивает, она немножко опускается. Но я думаю, что если это происходит и со мной, то, может быть, это происходит и с другими людьми также. И потому что многие люди хотели бы разделять этот опыт того, как они чувствуют эту жизнь с другими. Это то, что мы с вами будем делать после обеда. В прошлом году я проводила исследования со всеми группами, которые я посещала по всему миру. И 70% людей из этих групп говорили, что у меня есть такой же опыт. Разве это не удивительно? Это неудивительно, что большее число людей, выходя в этот внешний мир, ощущает, что живет в раю, что оно встречает тех самых людей, которыми можно поделиться опытом. Что является прекрасным во всем этом, и почему я с вами этим делюсь, это жизнь на пране, когда вам не нужно больше брать физическую еду для того, чтобы себя питать. Это очень легко сделать, если вы живете вот на этом уровне. Это как принцип магнетизма. Меньшая идентификация с личностными качествами и большая связь, большая идентификация со своей внутренней божественной сущностью. Если мы живем вот на этом уровне, то жить на пране, на тонкой энергии, невозможно. Даже на уровне вот этом, на уровне альфа, нам нужна поддержка, добавка из физической еды. Но когда мы опускаемся глубже и живем на этом уровне, тогда мы живем ближе к нашему природному источнику, тогда, как вы узнаете, и как вы знаете, очень много даров приходит в вашу жизнь, включая и выбор питания, которое мы можем теперь делать. Когда вы встречаете таких людей, как вчера, например, мой переводчик, который говорит, что все это ерунда, это все невозможно, это всего лишь только потому, что эти люди живут вот на этом верхнем уровне бета. Красота медитации то, что она нас мягко ведет вот на этот уровень, на глубокий уровень, который нам позволяет испытывать эти ощущения другие. Нам просто нужно время, чтобы могли идентифицировать, почувствовать другие части себя, другие уровни. Прежде чем мы сейчас проведем небольшой тест ваших тел, перед тем, как пойдем на обед, я бы хотела спросить, есть ли у кого-то какие-то вопросы, которые вы хотели задать прямо сейчас? Я бы хотела вам показать одно исследование, которое было проведено с детьми. Когда ребенок рождается и ему ноль дней и годов, только что новорожденный малыш. было показано, что частота их мозговых волн находится в дельта-диапазоне. Это частота медитации самых продвинутых монахов. Это доминирующий мозговой рисунок у младенцев. И они находятся в этом ритме дельта, самом медленном, до двух лет, полностью находясь в дельта-ритмах. И все эти малышки находятся на уровне очень продвинутых старых-престарых монахов медитирующих. Это само сознание Вселенной, сознание божественных существ. В возрасте от двух до шести, когда они начинают ощущать воздействие из внешнего мира, они начинают испытывать тета, другой немножко уровень мозговой активности. Что интересно, это то, что дети проходят свои обучения, они приобретают большее количество знаний, находясь именно в этом диапазоне дета и тета мозговой активности. Вот на этих частотах они познают и учатся всему. Как проживать в этом мире, как ходить, как говорить, как общаться. говорят, что если вы хотите научить ваших детей другому языку, учите их вот в этом возрасте. Их нейросоединения очень широкие, очень гибкие, у них очень много способностей в этом возрасте. с 6 до 12 доминирующий паттерн рисунок мозговых волн это альфа-ритмы. У них, конечно, есть доступ к другим ритмам мозговым, но доминирующий паттерн рисунок — это альфа-ритмы. С 12 и дальше они могут взаимодействовать. Они могут взаимодействовать на всех этих уровнях, функционировать. Это все, конечно, зависит от того, на что направляют эти дети и люди. Мы с вами внимание, какое влияние идет на них извне. Часто в западном мире мы закрываем детей. Если у них слишком большое воображение, мы говорим, опустись на землю, будь реальным, заземлись. В западном мире слишком поздно мы понимаем, что в других ритмах и в других измерениях есть очень много информации, которую можно подчеркнуть. Вот это как раз исследование, которое провел доктор Брюс Липтон. И когда мы находимся во взрослом состоянии, мы можем работать, функционировать на разных частотах мозговых волн. Все просто зависит от того, как мы проводим свое время, чему мы его посвящаем. Хотели что-то добавить? So am I right so that the soul which comes to this world, so it goes from very high levels of consciousness degradating to low levels? No, I'll show you just the western model. Okay? Ну, не совсем так, я вам показала вот западную модель. And also to how we live on Prana and answer that question. Также вот про то, как мы живем на Prana, я бы хотела ответить на вопрос. You know, I have some beautiful indigenous friends. У меня есть замечательные друзья, коренные народы. They are in a very beautiful tribe in Colombia. и они живут в очень прекрасном племени в Колумбии. Когда люди спрашивают, как так получается, что вы такие мирные, у вас так много гармонии, у вас. это самые умиротворенные люди, которых я когда-то встречала в своей жизни. Они никогда не злятся. Они всегда находятся в состоянии глубокого удовлетворения. и они говорят, потому что они живут в очень тонкой и глубокой связи со своим божественным началом. Они говорят, что мы никогда не забывали, что мы духовные существа. И сама их культура, она способствует и поддерживает именно вот такое отношение, такой подход к жизни. Давайте взглянем на нашу духовную сущность как на огонь. И на самом деле он является космическим огнем. И она и содержит все питание, которое нам необходимо. Когда вы находитесь вблизи вот этой своей божественной сущности внутри вас, когда вы являетесь одним целым с этой, вы чувствуете ее тепло. Но иногда жизнь заставляет вас делать шаг назад. Ваша сущность божественная по-прежнему там же. Она по-прежнему горячая. Но вы не чувствуете ее уже настолько тепло. Возможно, обстоятельства жизни вас еще больше оттащили от этой сущности. Она по-прежнему все там. Просто вы не чувствуете ее энергию, она не чувствуется, не ощущается горячей. И, возможно, вы отходите еще дальше. Она все там же. Но западное образование делает немножко другие вещи. Оно вообще вас разворачивает. И вообще мы забываем про то, что есть эта сущность. И мы смотрим во внешний мир. и мы ищем и знания, и эмоции, и физическое питание, и эмоциональное во внешнем мире. И это общее западное образование. На востоке, в Индии, например, первое, что делается, это развернуть себя навстречу своей внутренней сущности. Забудь внешний мир на какое-то время и посмотри вглубь себя. И они весь их стиль жизни ведет к тому, что вы все больше и больше приближаетесь к своей истине природе. Поэтому в восточной культуре такой большой акцент делается на медитации, на вегетарианском питании, на спокойствие, на молчании, потому что именно эти вещи приближают вас к вашей истинной божественной сущности. Поэтому, вот отвечая на ваши вопросы о деградации постепенной в обществе, это всего лишь влияние культуры. потому что, когда вы живете одним целым с вашей божественной сущностью, мир вокруг становится совсем другим. Я думаю, те, которые... многие присутствующие здесь знают об этом. И когда вы находитесь в единой связи с вашей божественной сущностью, очень легко питать себя. Мы с вами сейчас проведем тестирование вашего физического состояния, прежде чем мы собирались в страну участвовать. Последний вопрос, еще один отвечу. Продолжительность жизни, от чего зависит каждого человека? So what does life expectancy depend on? Well, that's interesting, because most of the light workers now, people in service, you can be here for as long as you like. Это интересный вопрос, потому что сейчас вот в присутствии световых существ на нашем земном плане мы можем выбирать жить столько, сколько мы хотим здесь. Большинство людей, которые живут в бета-ритмах, и большинство людей, которые приходят в этот мир, они знают также точное время, когда им нужно будет уйти. когда вы завершите вещи, которые вы согласились делать на этом земном плане, когда вы закончите свое служение здесь, тогда у вас будет возможность покинуть этот мир. Для кого-то это 10 лет, и, возможно, через 10 лет он уже готов уйти, потому что работа его будет сделана. Но для тех из вас, которые действительно преданно готовы нести служение здесь, на земле, ограничений временных нет. даже когда вы закончите свое служение и работу здесь, когда вы выполните все задуманное, когда служение ваше будет завершено, вы можете выбрать и остаться здесь. Одна из вещей, которые мне было предложено провести как тест с группами, и я бы хотела с вами сделать это сейчас, и эта вещь заключается в том, это ваше последнее воплощение в этом мире. Некоторые из вас знают уже ответ на этот вопрос. А может быть кто-то из вас сегодня присутствующих и не хочет знать об этом. Но святые меня объясняют это вам с тестом для вашей основе чтобы вас знать, потому что это полностью изменит ваш perspectiva of life here quickly. Но существа рекомендовали мне, чтобы этот вопрос был именно задан, потому что это ускоряет весь процесс, и чтобы вы осознавали. кто-то находится здесь на этом уровне с лемурийских времен, со времен Атлантиды, египетских времен. Кто-то из вас находится тысячами лет, приходя и покидая тело. И вы прошли очень большой опыт. Если бы это было действительно последнее ваше воплощение в этом мире, как бы вы прожили это время? Как бы насколько бы ценным стал каждый момент в этой жизни? Это удивительный момент, потому что благодаря такому взгляду на жизнь вы начинаете ценить жизнь по-другому. Потому что каждый момент жизни становится ценным, драгоценным. Вы знаете, что вы сюда больше уже не вернетесь. Это последний раз. И, возможно, многие из вас сделали выбор в пользу того, чтобы возвращаться сюда много раз. Не потому, что из-за кармы. Святые существа говорят мне, что касается декабря 2012, для всех служителей работников света понятия больше не существует. Карма нет. Карма отработана. И вот этот момент — это совершенно новое начало. неизвестно. Пожалуйста, не убеждайте себя, что вы должны отработать еще свою карму. Этого больше не существует. Это новый мир, новое начало. Пожалуйста, не надо убеждать себя, что прошлое карма на меня действует. Все, все уже сделано. И другой вопрос, который я хотела бы, чтобы вы себе задали. Действительно, мое существо, моя сущность хочет, чтобы я кормила себя праной. Потому что многие из вас выбрали стать частью эволюционных перемен. Сейчас в мире 50 тысяч людей, которые используют это. Это не только я, одна такая. 50 тысяч. И это направление быстро растет, потому что это следующий шаг в нашей эволюции. просто уметь использовать ресурсы немножко более мудро. Это другая, вот та самая вторая вещь, которую бы я хотела, чтобы вы проверили, учитывая то труд деятельности, которую вы делаете в своей жизни. в прошлый раз вчера мы с вами проверяли ваше дыхание, делали дыхательный тест, мы выдышали и чувствовали, как ваше дыхание откликается на вас. Но сейчас до обеда мы с вами собираемся использовать эту технику аборигинов. Их опыт утверждает, что Великий Дух, Великая Божественная Сущность находятся вот здесь всегда. И вы можете использовать свое тело как маятник для ответа «да» будет движение вперед и для ответа «нет» будет движение назад. Это очень простая техника, поэтому давайте все встанем, встряхните свое тело, ноги, расслабьте члены, чресла, почувствуйте свое тело. Встряхните все свое тело, руки, ноги, шеи, голову. Мы хотим, чтобы тело было гибким и расслабленным. Хорошо было бы снять высокие каблуки, у кого они есть. Женщинам хорошо бы снять. Я хочу, чтобы вы встали в устойчивую позицию, заняли немножко, расставили ноги, чуть ниже ширины плеч и согнули колени, как пружинка. Пружиньте на коленях. Слегка согните колени, закройте глаза. сделайте глубокий вдох. Просто представьте великий Бог, Божественную сущность, которая присутствует везде, и даже в вас. И почувствуйте, как эта сила использует ваше тело как маятник, чтобы двигать им вперед и назад. Мы с вами будем произносить слова, повторяя их постоянно до тех пор, пока тело двигается вперед и назад. «Прямо здесь, в этой комнате, я нахожусь в женском теле». Вы просто в уме произносите эти слова постоянно «я здесь, в этой комнате, нахожусь в женском теле», а ваше тело при этом продолжает двигаться как маятник. «Прямо здесь, прямо сейчас, в этой комнате, я чувствую себя в женском теле». «Прямо сейчас, прямо здесь, в этой комнате, я нахожусь в мужском теле». И продолжайте проговаривать эти слова в то время, как ваше тело раскачивается как маятник. Вперед и назад. Надеюсь, что мужчины сделали движение вперед на мужское тело, а женщины назад. У всех получилось подвигаться? Да, да, да. Давайте сейчас обнаружим кое-какие интересные вещи. Снова, пожалуйста, закройте глаза, глубокое дыхание, расслабьтесь. И вы произносите следующее утверждение. Моей жизненной миссией является питание праной. Это находится в моей божественной миссии, чтобы питаться здесь физически праной. И вы продолжаете повторять это утверждение, двигаясь вперед-назад. Кто испытал движение вперед на это утверждение? Поднимите руки, к кому тело сказало «да». Все это значит, что вам дана будет поддержка в этой жизни, чтобы вы могли проявить это, реализовать в жизни. Но ваш способ, то, как вы будете это делать, он может отличаться от моего. Потому что в наше время существует и появляется много разных способов. но если ваше внутреннее существо сказало вам «да», то это произойдет. А кто из вас получил очень отчетливое «нет»? Я знаю, что многие люди получили ответ, отчетливый ответ «нет», но тем не менее они все равно это делают, питаются праной. Потому что, когда они занимаются духовной практикой, медитируют, естественным образом они теряют аппетит. Но, возможно, это не является чем-то важным в вашей миссии на этой земле, чтобы проявлять это. Для вас это будет всего лишь свободным выбором. Давайте сделаем следующее. Вы снова закрываете глаза. Вы расслабляетесь в коленочках. Делайте глубокий вдох. Мы хотим проверить процент праны, который находится в вас. Сейчас мы проверим сколько вы получаете праны напрямую через дыхание или через кожу. Мы снова чувствуем себя прекрасно и расслаблено. Глубокое дыхание. И божественная энергия, она готова нас двигать вперед и назад. И мы делаем утверждение. Прана на данный момент обеспечивает больше 50% моего питания. Прана сейчас обеспечивает более 50% питания. Прана сейчас обеспечит меня более 50% питания. моего тела. если у вас было движение был отчетливый ответ, если у вас было движение вперед отчетливо, проверяйте дальше. прана now provides more than 60% of my physical body nourishment. Сейчас прана питает более 60% моего тела. Если у вас обратное движение может быть 55%. может быть если ваше тело сделало движение назад, снизьте процент, может быть 55%. Те, кто получили да на 60%, давайте пойдем на другой уровень. Прана обеспечивает меня питание на 70%. Прана обеспечивает меня питанием на 70%. Прана обеспечивает питанием на 70%. If you got a yes to 70%, check for 80%. Keep checking till you find your percentage. Если вы получили ответ да на 70%, можете продолжать дальше, повышать процент это проверять насколько ваше тело питается праной, доходя до 100%. Каждый раз, когда тело делает чувствовое движение назад, вы можете снизить число процентов, чтобы узнать эту точную величину. разобрались со своим процентами. Поднимите руки. Все выяснили, насколько у них прана присутствует. Может быть, некоторым из вас нужно больше времени, чтобы это проверить, поэтому вы можете продолжать проверять это во время обеденного перерыва. Что это значит для вас сейчас? Для тех из вас, кто получил ответ 50% и больше, даже 40% у кого? говорит о том, что тот стиль жизни, который вы ведете сейчас, он воспитает, вот вам нужно именно такое питание. И вы можете уменьшить количество питания на необходимую величину, чтобы настроить свою энергию. если у вас 50% прана, то вы можете сократить свое физическое питание на 50% безопасно для вас. Возможно, вы не хотите этого делать. Эмоционально вы можете говорить, нет, я не делаю это, я люблю есть, как я ем. Эмоционально вы себе говорите, нет, я люблю есть и хочу есть, только сколько хочу. Но вы можете, возможность есть. И тот стиль жизни, в котором вы проживаете, он привлекает остальные 50% из других уровней, из других измерений. Это что-то вам говорит? Хорошо. Так же, те, кто получил «Да, это в ваш блубринте», вы не перейдите физическое питание, пока ваш прана будет 100%. И те из вас, кто получили ответ на вопрос «Да, это моя жизненная миссия, питаться праной», не обязательно сразу сейчас бросать физическое питание, это стоит делать тогда, когда ответом будет 100%. Если ваш процент 80%, вы можете есть намного меньше, но если вы сделаете слишком резко, то ваше тело начнет голодать именно на эти 20%. Это что-то вам говорит? Да. Сейчас вы можете начать проверять это, особенно те, которым ответ был «Да, это моя миссия здесь сейчас питаться праной». Если вы не уверены, вы можете использовать дыхательную технику для подтверждения этого процента. Если вы не уверены остальным для вас, вы можете использовать дыхательную технику, чтобы найти подтверждение, стоит ли это делать или нет. вы можете войти в медитацию, начать дыхание и сделать утверждение «Да». То есть я питаюсь на 80% праной и почувствуйте, что ответит вам дыхание на это утверждение. Проблема с качанием раскачивания вперед-назад может быть в том, что мозг может вас дурачить. Обезьянь и ум. Поэтому я предпочитаю тест дыхательный. Но для больших групп это достаточно большой быстрый ответ можно получить. Давайте проверим с вами еще несколько вещей, потом пойдем на обед. Пожалуйста, встряхните тело, почувствуйте его, расслабьтесь, почувствуйте колени, расслабьте колени, начинайте дышать. Снова почувствуйте, как божественная сущность присутствует во всем и она двигает наше тело. Мы делаем утверждение, Наступило сейчас время для того, чтобы служить Божественной Матери Земле более глубоко. И сейчас наступило время, чтобы служить Божественной Женственности на более глубоком уровне. вы продолжаете повторять это утверждение в то время, как ваше тело двигается. Следующее утверждение. сейчас наступило время, чтобы я проявлял большую своей ангельской энергии. Наступило время, чтобы проявлять гораздо ярче мою ангельскую сущность и энергию. последнее утверждение. Если вы, конечно, хотите знать, если вам это не важно, не делайте. This is my final embodiment on this earth plane. This is my final embodiment on this earth plane. Это мое последнее воплощение на земном плане. Когда вы получите свои ответы, вы можете сесть и записать их. воплощение воплощение. when we made the statement, it is time for me to serve the divine feminine more deeply. Когда вы делали утверждение, сейчас наступило время, чтобы служить божественной женственности на более глубоком уровне? Кто из вас получил ответ «да»? Что это значит? Это значит, что вашим следующим шагом ваша инициация будет научиться любить каждое существо, безусловно, любое. Потому что вы помните, что божественная мать, она любит нас всех безусловно. Она знает, что мы здесь находимся для того, чтобы расти и учиться. Это касается всех людей, которые вокруг нас, братья и сестры. Неважно, чем они занимаются, как себя ведут, это их уроки и их уровни, которые они проходят для того, чтобы... Это не следует обвинять. Мы все выбираем делать какие-то безумные вещи в нашей жизни время от времени. Вещи, которые наши собственные родители не понимали, почему мы так поступаем. Это были вещи, которые были необходимы нам для того, чтобы мы смогли вырасти. И в настоящий момент все системы в нашем мире меняются. И нам предстоит увидеть еще большее число хаоса в этом мире. Ангельские создания сказали мне, что у нас есть 20 лет для того, чтобы мы могли настроить, переструктурировать эти структуры нашего мира, чтобы большая часть людей могла быть объединена единым сознанием, единым уровнем осознанности. Это не значит, что мы не можем сделать это быстрее. Но единственным питанием, которое может помочь нам достигнуть вот этого состояния, это безусловная любовь. И это учит нас смотреть на всех людей в этом мире с безграничной любовью, с терпением, как мать заботится о своем младенце. Хорошо. Второе утверждение, которое мы сделали, это время, чтобы выразить больше моего ангельского сущности. Второе утверждение, которое вы себе говорили, было, пришло ли время для того, чтобы выразить как можно ярче мою ангельскую сущность. Кто получил ответ «да»? Итак, вы служите сейчас. Я желаю вам хорошо провести время, повеселиться. Просто влюбляйтесь в эту жизнь. Это значит, что пришло время вашего творческого потенциала. Рисуйте. Наслаждайтесь музыкой. Танцуйте. Все вещи, которые позволяют вам испытывать радость и становиться легче. Легче. Обязательно делайте те вещи, которые будут заставлять ваше сердце петь. Это не значит, что вам не нужно в этом мире совершенно работать. Это просто значит, что вы можете делать это с большим количеством радости. Хорошим доступом к этому ощущению будет следующее упражнение. Представьте себя ангелом, который спускается в этот мир. Как бы вы жили в этом мире, если вы действительно являетесь ангелом? Вы знаете, что какая-то часть нас она является, она живет в этих мирах ангельских. Но насколько, как бы вы себя ощущали, если бы вы полностью были ангелоподобным существом? Вы знаете, многие из нас были очень серьезными йогами на протяжении долгого времени. Дисциплинированные такие йоги серьезные. А это хорошо. Но сейчас другая энергия, новое время. И последнее утверждение по поводу вашего воплощения на Земле. Я видела, что некоторые видели какие-то конкретные ответы, и они только для вас. Это не значит, что вы лучше или хуже кого-то. Это просто значит, что пришло время, что вы закончили все дела на этом плане. Зная это, какое бы отношение у вас появилось к этой жизни на то время, которое вам осталось? Когда люди получают эту информацию, это изменит что-то немного внутри них. Они вдруг становятся более присутствием в каждом моменте и действительно пытаются 즐кинуть этот период, который они имеют. Whether it's 10 лет, 20 лет, 50, 60, 70 лет, или больше. Как показывает опыт других людей, когда они получают такую информацию, они начинают ценить время, каждый момент времени по-другому, неважно, сколько осталось, 10, 20, 12, 2 года. И, конечно же, если вы хотите, узнать самую лучшую дату для того, чтобы покинуть этот мир. И вы можете задать этот вопрос своей сущности, и она вам может сказать самое лучшее время для того, чтобы покинуть этот план. И, опять же, это знание, оно может поменять ваше отношение к жизни немного. Если, конечно, вам захочется это узнать. Есть многое, чем заняться во время вот этого перерыва, потому что вы можете сказать эти утверждения, как будто это уже существует, и с помощью двигательных техник или дыхательных техник получить ответы более убедительные на эти вопросы. И, конечно, многие из вас уже имеют прекрасные техники, которые вы используете для получения хорошей информации. И, конечно, у многих из вас есть свои собственные техники, чтобы получить достоверные ответы на все ваши вопросы. Хорошо, это почти полчаса. Итак, прежде чем вы пойдете на обед, может, просто проверите на вашу голову и увидите, если он действительно голодный. Прежде чем мы пойдем на обед, давайте проверим ваши желудки и почувствуем, вы действительно голодный. И спросите его также, а что бы он хотел сейчас поесть? Это замечательно перестать есть просто из-за привычки. И просто начать спрашивать свое тело, ты действительно голоден? Может быть, он просто хочет попить водички. Может, просто хочет яблоко. Поэтому вы можете всегда спрашивать свое тело и спросите сейчас, что он хочет покушать на обед. Прежде чем вы пойдете, я бы хотела провести голосование. У меня с вами здесь всего лишь один день сегодня. Довтра я уезжаю в Москву. Но все, что я говорю, она должна сказать по-русски. Поэтому можно сказать, что у меня даже полного дня нет с вами пообщаться. Потому что это идет через перевод. Поэтому, зная это, ограничение нашего времени, я хотела спросить, вам нужен час или полтора на обед. Поднимите руки, если вам достаточно одного часа. Один час, пожалуйста, поднимите руки, кому хватит часа. А вы заметили, что я не делаю больших перерывов и много перерывов, потому что я хотела бы с вами провести побольше времени успеть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.